Всем добрый день! Сегодня будем делать выкройку для мужских трусов и шить потом будем трусики. Шить будем из ткани трикотаж двунитка футер. Ширина этой ткани метр восемьдесят. Покупала я эту ткань в интернет-магазине UnionTex. Ссылочка на магазин будет внизу под видео. Ткань очень качественная, имеет запас растяжимости, в составе хлопок и поэтому она очень приятная к телу, хорошо впитывает влагу, прекрасно пропускает воздух. С такой тканью шьют. Это я конечно прям так слишком замахнулась. Сделала такой барский подарок своему мужу. А вообще с такой ткани шьют и спортивные костюмы, туники, детскую одежду, футболочки. Очень хорошая ткань, рекомендую. Вот такие трусики получились. Мужские трусы из такой ткани. Кому эта тема интересна, оставайтесь со мной, будем шить вместе. Выкройку трусов нам понадобятся две мерочки. Полуобхват бедра и длина изделия. От края бумаги вверху отступаю сантиметров пять. Это для того, чтобы потом мы могли и заднюю часть трусов построить здесь же. Задняя часть будет на пять сантиметров выше. Так, линию провели горизонтальную. Проводим вертикальную линию. На этой линии откладываем длину изделия 39 сантиметров. Отложила это низ. Провела также по горизонтали. На этой вертикальной линии откладываю линию сидения. Она у нас равна 1,2 полуобхвата бедра плюс 3 сантиметра. В моем случае это 30,5. Также провожу по горизонтали. На этой линии откладываю 1,2 полуобхвата бедра плюс 3 сантиметра на свободу. Это также будет 30,5. У меня эти величины совпали. У вас они, конечно, могут не совпасть. Если у вас другой размер, разумеется, они не совпадут. Так, 30,5. Ставим точечку. Через эту точку проводим вверх. Получается вот такой прямоугольник. От этой точки откладываем 1,8 полуобхвата бедра. Так, пожалуй, я здесь напишу. Как мы получим следующую точку. 1,8 полуобхвата бедра. В моем случае это 6,8. Откладываю вправо. Так, теперь при помощи вот такой линеечки соединяю. Вот такая плавная линия должна получиться. Так, оформим низ. Проводим визуально или пунктирную линию. Вниз. Отсюда отступаем пару сантиметров. Соединяем. Это вот у нас внутренний шов. Так, это у нас бачок. Бачок поднимаем сантиметра на полтора. Можно даже на два. Соединяем эти точки. Так, низ тоже готов. Бок готов. Верхний срез дорабатываем. Опускаемся на 1 сантиметр. Это величина постоянная для взрослых размеров. Все, выкройка. Передняя часть трусов у нас готова. Сейчас обведу фломастером, чтобы вам было все видно. Так, передняя часть трусов у нас готова. Значит, вот эту точечку мы находили по этой же формуле. Или же еще проще могу сказать. Вот у вас длина трусов. Минус 8-9 сантиметров. Вот в моем случае это 8,5 сантиметров. Снизу отложила сюда. И будет вот эта линия. Линия сидения. Так, занимаемся теперь задней частью мужских трусов. От этой точки вправо откладываем. Все так же по этой формуле. 1,8 полуобхвата бедер. В моем случае 6,8. Если у вас размер большой, человек полный, допустим. Можно прибавить плюс 1 сантиметр. Ну, я не буду прибавлять 1. Вот, 6,8. И опускаем эту точку примерно на 0,5 вниз. Так, переходим наверх. Смотрим, что у нас здесь. По этой линии влево откладываем 3 сантиметра. И теперь поднимаемся вверх. Так, по формуле 1,1 полуобхвата бедер. В моем случае это 5,5. Прикладываю линеечку и соединяю эти точки. Так, здесь влево все на те же 2 сантиметра. Ну, если хотите, чтобы трусы были поуже, и эту линию можно не на 2, а на 3 влево смещать. И эту так же. Если здесь опустили на 0,5... Ой, такой маркер толстый. Ну, ничего, зато вам будет видно. Значит, и здесь опускаем на 0,5. Проводим вниз. По бокам точки, конечно, должны совпасть. Соединяем эту точку с боковой. Так, задняя часть трусов у нас готова. Во всех вот этих формулах всегда есть какие-то, ну, исключения, может быть. Вот, допустим, здесь 1,1 полуобхвата бедер. Но если размер маленький, еще и вот бедра, ягодицы такие вот плоские, вполне возможно использовать минус 1 сантиметр. Потому что у всех как бы фигуры индивидуальны. Если наоборот человек полный, вот здесь вы пошли влево, да, изначально было 3 сантиметра, потом здесь точку провели, ну, в конце получилось 2,5 сантиметра. Если человек полный, вот эти 2,5 сантиметра на заднюю часть трусов можно прибавить сюда, слева. Ну, в общей сложности нормальная-то выкройчка. По ней можно шить не только трусики, ну и, допустим, шорты или даже какие-то домашние брючки. Так, вниз подложила еще один листок бумаги. Здесь зафиксирую камушком. Проведу переднюю часть трусов копировальным колесиком и потом вырежу одну и другую выкройчку. Прекрасно все получается. Ткань сложили лицевой стороной вовнутрь по длине. То есть, вот, длина наших трусиков совпадает с основной нитью. Боковая часть передней части, боковая часть задней части трусов можно скрепить скотчем малярным. Очень удобно. По этим швам прибавляем буквально 0,5, а внизу и вверху прибавляем по 1,5 см и выкраиваем трусики. Так, все, одна минута, трусы выкроили. Боковых у нас нету, сами понимаете. Складываем, совмещаем, срез к срезу и стачиваем шаговые срезы на одной и на второй половинке трусов. Шить буду восьмой строчкой. Она и стачивает и сразу обмётывает край. Вот такая прекрасная строчечка. И тянется, и красивая, эластичная, и шьёт, и сразу обрабатывает край. Теперь складываем лицевая к лицевой и стачиваем передний и задний шов. Вот эти шовчики, чтобы они нигде не давили, пускай будут в разные стороны, чтобы толщина здесь была меньше. Стачиваем всё той же строчечкой. Так, шить буду иголочки стрейчевые, нитки обычные, сороковушечка, полиэстер. Ткань в составе имеет хлопок, и вот поэтому шьётся прям очень легко. Я даже булавочками не скрепляла. Подшивать вверх и низ я буду тринадцатой вот такой строчечкой. Очень эластичная, хорошая строчка. Трусы дошили, осталось только вставить резиночку. Вот такая строчечка. Это вверх, также обработала и низ. Здесь сзади на трусиках специально пришила вот такой кусочек ткани, ну, чтобы был ориентир, где вперёд, где зад. Хотя мы краили зад и вперёд, отличается, но я думаю, женщины меня поймут. Чтобы было ясно, понятно. Для наших мужчин, где вперёд, где зад. Оставила здесь прореху, и теперь обычным образом, при помощи булавочки, продеваем туда резиночку. И зашиваем ту прореху. Так, прореху зашила. Почему я решила вставить именно вот таким образом резинку? Не пришить, вот как сейчас модно, красивые широкие резинки, а вот таким образом. Потому что ткань эта такая прочная, такая качественная. Она просто неубиваемая, эта ткань. И я думаю, что не раз я подпарю и старую резиночку удалю, а трусики будут носиться. Ткань очень хорошая. Ну, недаром с этой тканью шьют и спортивные костюмчики, и детскую одежду. Ткань очень классная, очень качественная. Вот такое видео. Вот так быстро мы сделали выкройку. И еще быстрее пошили трусы, я вам скажу. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова